всем привет мои хорошие с вами светлана начинаю новый влог что будем делать будем с вами красть волосы будем делать pink корни уже отросли смотрите мои после беременности челочка какая длинная уже нет нет вот она ну как сказать длинная на хотя бы торчком не стоит да видно уже что седу и все потому что корни седы и да и будем с вами краситься краситься будем краской point в прошлый раз они тоже красились я заказывала что хочу сказать по поводу этой краски у нас здесь с вами оттенок 81 и оттенок 861 и вот именно этот оттенок 861 он действительно очень круто нейтрализует желтизну и волосы потом не желтеет то есть у меня до сих пор такой красивый оттенок волос просто отросли корни и хочется немножко ты посвежить если после красок выбирать допустим эксперт колор 817 191 они все равно быстро желте очень быстро выводится пепел здесь действительно хороший нейтрализатор желтизны за 150 рублей брала и по-моему сейчас не сильно подорожала я смотрел рублей 160 она стоит одна краска здесь каждой пачке по два вот таких флакончика мы с вами в прошлый раз по одному использовали 861 и они без окислителя без перчаток имейте ввиду так достаем 181 здесь по 25 миллилитров каждый вот этой баночки надо взять еще будет запас с окислителями я же в прошлый раз окислитель то весь дорасходовала кажется да и я сейчас нашла свои запасы но у меня только полторашкой стель есть да и нашла времен не знаю чего осветлитель фаберликовский эксперт калории покупала планировать осветлиться но так и не осветлялось и там окислитель шестерка вот столько я уже куда-то его израсходовала как раз мне хватит нормально немножко полторашки можно добавить у нас с вами получится где-то 4-5 процентов окислителя вообще нормально потому что родной который продавался в наборе с краской кубойнт по моему девятка была мы с вами его разбавляли полторашкой стельской в прошлый раз да девятка это очень сильно будем делать с вами пилинг битти пил который делали тоже последний раз вот этот мощный пятидесяти процентность ахабуха кислотами а как раз у меня осталось на одну процедуру чуть меньше половины флакона он идет с нейтрализатором битти пил это самые мощные крутые пилинги которые когда-либо пробовала действительно работают мне вот здесь вот на дровью выскочил прыщик и я сделала такое замечание что это от последней корейской уходовой линейки у меня джами садут этой когда я полностью тоник сыворотку и крем наношу на лицо у меня на утро вылезают какие-то друзья это под кожник и он не уходит и вот такой вот видите сейчас пилингом все уберем и бери и джами со я теперь наверное буду только на тело расходовать потому что он не люблю я вот сколько не пробовала девчонки косметики и люкс и не люкс и дешевый лучше фаберлик для себя я ничего не нашла нужно просто подобрать по типу кожи да и все варикут ничего не вылезает никакие подкожники кожи в идеальном состоянии все отлично замечательно тут вот такие вот бывают сюрприз до приготовила миску для краски и сейчас наверное первым делом с вами очистим лицо я знаю вам нравится видео из ванной я вам буду снимать нам нужно перед пилингом очень хорошо очистить лицо и высушить вот как раз мы с вами лицо очистим нанесем краску потом будем носить пилинг корейская мицеллярка сайта рандаву классная сейчас макияж снимем и потом как следует щуточкой с пенкой пройдемся на лице кстати везде 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 контуринг последней палеткой которым с вами магнит косметик брали господи название забыла но вы поняли где не есть пост на нее очень круто я ее как тени как контуринг использую вообще обалденно и нижние века и верхние ей подведено восторг обожаю такие универсальные продукты вот вообще кушон палетка вот это вот румян тушь а но и подводочка коричь все ты красотка так снимаем сам макияж сейчас стараюсь не тереть но мои глаза вообще никогда не против были если их трешь но мицеллярка просто такая хорошая она не требует чтобы тёрли вот так сделали и практически все еще разок и красота очень дешевая достойно девчонки мицеллярка корейская причем а вот я даже если тереть не надо я все равно тру потому что привыкла потому что нравится если у нас с вами плохо очищенное лицо пилинг работать не будет это будет кстати мой крайний пилинг все теперь все пилинги я откладываю до октября-ноября беру щетку вот эту из фикс прайс кстати не видно сейчас ее фиксе многие всегда многие всегда спрашивают что это у меня за щетка это из фикс прайса и и мочу на нее наношу пенку она кстати делать расход пенки очень канон нежели вы будете наносить пенку на руки смочила щетку пенку теперь которая вам показывала добиваю вот господи сами бьюти это я прям много нанесла можно совсем чуть-чуть она эта щетка взбивает эту пенку еще больше и получается экономично очень один флакончик пенки может быть очень долгоиграющим если пользоваться щеткой скажем так если на самом лицо плохо очищено я вам уже много раз говорил но буду повторять для новеньких или вообще у нас ни один продукт на на коже работать не будет будь то крем будь то пилинг будь то что угодно нужно продуктом проникнуть напитать кажется что пенки нет нет она есть она есть и вот он мой подкожник зияет прямо сейчас хорошо видно таким образом очищаем лицо можно добавить смотрите мицелляркой вытерлась а все равно бежевый бежевая щеточка значит мицеллярка не досняла макияж на хорошем надо было взять еще один диск конечно были пенка в глаз попала короче как следует очищаю кожу все чистота теперь будем делать замес из краски сми беру убить оба оба тюбика и что заговариваться стал и выдавливаю в чашечку мне хочется потом даже попробовать девчонки 8 вот этот 2 8 61 самостоятельно без 8 1 так наверное сделала холодный должен получиться такой сиреневый оттеночек на волосах прошлый раз даже он был и даже без вот этого оттеночного бальзама который я вам показывал это в обзоре средств по уходу за волосами блин тяжело выдавливать из таких тюбиков кстати когда ходил стричься этих парикмахерского они тоже работают краской point но них она какая-то профессиональная не такая упаковка другая краска и она очень ее хвалила там у него кстати в этой палитре почему-то не было оттенка 861 были другие похожие но нумерация там немножко другая и она мне прямо и и нахвалил и говорит у тебя наверное такой полупрофессиональный полупрофессиональная краска для салонов вот еще есть point другая поэтому класс краска бюджетный неплохая один флакончик 150 рублей а в нем две штуки краски то есть парочку берете если миксу здесь не берете на следующий раз мне нужна одна упаковка 150 рублей 160 если сейчас не подорожает да ну плюс окислитель еще нужно конечно будет заказывать так добавляю теперь краски полный мне папа половина чуть больше половина флакона шестерки немножечко туда еще полторашки замиксу на мою длину волос и густоту краски предостаточно то есть даже на вот такую длину волос двух вот этих тюбиков хватит волосы купаются у меня краски я уже там в конце не знаю потому что я действительно много так и немножко так у нас получилось пока немножко полторашечки туда сейчас бы занял все хорошо так теперь берем кисточку все перемешиваем буду наносить по проборам такую длину как у меня красить не сложно да я и длинные волосы свои всегда красила как бы сама если краски достаточно волос купаются краски ну в этом ничего сложного абсолютно нету если конечно вам приходится растягивать у вас краски не хватают и они прям нехорошо ей пропитаны то тут конечно сама себя красить тяжело будет будут пропляшены и так далее а когда красочки много все отлично к все замечательно краска долго белая на кстати не сразу темнеет в отличие от других до развязываю волосы расчески как всегда у меня тут моей любимой нет она не нужна я раньше расчесывала я вам говорила волосы во время покраски это опять же все от чего происходит от того что мало краски ты хочешь протянуть да поэтому на этом лучше деле не экономить вот показываю корни видимо себе насколько вот отросли волосы сантиметра два почти отросли здорово еще вот еще сантиметра три и прям вообще длина огонь я уже кстати не сушу волосы феном уже не знаю сколько долго потому что вот стрижка хорошая она сама укладывается нормально даже кончики в обратную сторону не завиваются но в редком случае если прям спала долго на одном боку то такое может быть вот таким образом по проборам я сейчас буду наносить девчонки краску всю краску нанесла она уже началась сереть сейчас мы с вами на вроде нарядцы нет я как-то этот раз аккуратно ничего нет убирать ничего не будем кожа у нас с вами как раз подсохла и мы будем наносить пилинг прошлый раз мы делали это ватным диском сейчас хочу были на кисточкой неудобно потому что он водяной так сейчас хочу кисточкой но не буду потому что это будет неудобно наносим это хардкор это прям хардкор девчонки вы смене чувствительных зон с вами должны наносить я буду глаза слезится жесть это зона и вот мой подкожник в прошлый раз у меня нос облизал как в змеи вот это вся та зона вот тут вот все облезло как бы все живо дней 10 прошло минимум уже с прошлого пилинга щипет трындец но когда мы будем наносить нейтрализатор вот где будет хардкор самый настоящий но кожа потом ух я вам словами не могу передать как у младенца видите уже краснею несколько слоев допустимо мы с вами дамажем до конца декольте хочу тоже декольте не щипет вообще капец по минутке мы должны где-то выдерживать с вами каждый слой потом можно наносить другой ух его кому-то понравился прошлый раз когда мы делали сами этот пилинг кто-то сказал света что за жесть ну девчонки ну а как как вы хотели сохранять молодость кожи я красная жуть вам камера этого не передает вообще-то глаза еще красный наверно от краски и от пилинга а до всего сразу это прям тяжело дается если честно но это того стоит так-то зода все подкортики все у нас вычищается морщинки разглаживаются кожа обновляется пигментация становится меньше или уходит ты так отвлекаюсь все хорошо все хорошо все замечательно все просто прекрасно но декольте краснеет на декольте я заметил более ночи на декольте тоже изменения заметила после прошлого раза прям здорово было главное сейчас не забыть туда нейтрализаторности все довела сейчас будет последний слой потом будет трэш самый-самый-самый-самый трэш морщинки это наша с вами недоочищенная кожа поэтому если вы ее плохо очищаете их будет с возрастом больше и больше и больше это залом кожи вместе где она плохо очищена все последний слой и красота дальше мы берем о как щипет дальше мы берем с вами немножко хотела тут самые темные места у нас обычно мы их тоже недоочищаем берем новый ватный диск как бы не заврать берем нейтрализатор красота печет наносим нейтрализатор он у нас такой густой как молочком только прозрачненький такой даже вам его на диске не видно господи спаси сохрани и четки это капец это капец я стараюсь не орать это я так когда в прорубь ныряла плюс два градуса где вода почти так же страшно и такой же выброс адреналида тёточки стояли которые несколько раз в год купаются такие советы мне давали а я первый раз я не надо они я так ушла искупался еще стояли думали как нырнуть получше вот а я нырнула три раза перекрестилась все как положено легкие перестают дышать их на какой-то момент сковывает вот этим холодом но я вылезла начала дышать как бы все нормально а потом мы ездили в абхазию и они нас привезли экскурсовода на святой источник речка там у них горная не источник вот и говорят ой плюс 9 градусов там у нас очень холодная поэтому вы смотрите аккуратней лучше не надо если кто там непривычный и так далее незакаленный я такая чего плюс 9 градусов что смеетесь и топорное молоко вот плюс 2 говорю не ныряли мы там купались но мы занырнули как положено сейчас потом там купались даже ксюша то есть просто купалась плавали и так далее плюс 9 говорю вот вы даете смешной народ все все красное пошла смывать водой хоть и снова все до сих пор печет и вот здесь опять все белое видите вот именно здесь я же везде равномерно наношу пилинг почему здесь вот на лбу где у меня морщины почему так не происходит от давления кожи прям белый налет видите прошлый раз было так же опять буду как змеище ходить облизать сто процентов подкожник его уже к вечеру не будет девчонки да вот это все дело и если где-то здесь они сидели которые совсем не видим они тоже все вылезут моментально подсохнут красота страшная сила ну все с пилингами закончим потом у нас с вами будет карбокс терапия она разрешена в теплое время года да из таких вот процедур минеральная чистка от био бьюти тоже крутая штука тоже можно вот всякие скрабики можно потихонечку что я ищу я ищу маску увлажняющую тоже от битипил увлажняющую очищающую я ее всегда делаю после пилинга с ней кожа немножечко отдыхает и успокаивается плотная гелевая такая крутая третий раз вам ее уже наверное показываю видео плотным слоем прям наношу и она такая холодненькая еще и после этого пилинга это такой кайф непередаваемый после нее кожа очень чистая хотя тут уже после такого пилинга чище некуда да я как-то сказала вам что после этого пилинга пилинг во верлик это вообще детские игрушки мне потом девчонки начали писать святлану что он вообще не работает очень низкое содержание кислот и он работает и мне кажется даже после такого пилинга фаберликовский пилинг можно и летом но я не буду делать никакие я не буду делать никакие я боюсь опять появление пигментаций кто-то из девчонок мне сегодня написал что Но когда у неё была пигментация, она обратилась к врачу. Ей сказали, что это за желчного. И когда её удалили желчного, у неё пропала пигментация. Но у меня навряд ли за желчного, хотя он, может быть, свою роль сыграл, потому что она возникла во время беременности. И все органы, естественно, подпираются маткой огромнейшей, представляете. В том числе и зажимается желчный мой так несчастный, который был с камнями. И, может быть, на этом фоне, естественно, гормоны работают неправильно, организм работает неправильно. И появились пигментные пятна, да? Пока от них остались небольшие следы. Но вот после сегодняшнего пилинга я даже и следов не вижу, потому что до этого я видела над губой, даже вам показывала. Сейчас не вижу, вот тут не вижу. Было ярко выражено. У меня кто смотрел меня беременно, у меня прям было ярко выражено. То есть такие пятнищи прям вообще. Я думала, что всё, они со мной на всю жизнь. Так, ну всё, хожу в маске, как раз мы её потом смоем и сразу смоем волосы сами. Волосы, кстати, темнеют, они очень тёмные сначала. И цвет тоже обалденный, прям шикарный. И мне иногда хочется к тёмному вернуться. Но потом они светлеют. И по факту становятся, вот в прошлый раз так было, ещё светлее на тон, где-то чем они были до покраски. Да? А первые, наверное, три помывки головы, они будут вот тёмные. Видите уже, да, какие тёмные. А потом всё равно светлеют. Это пигмент. Всё, уходим, мои хорошие. При дневном свете вам показывают, ну тут почему-то красоты лица не видит, но маска уже немного успокоила, ну щипец трондец. Волосы какие. Обожаю. Пришла пора смывать маску, кожа немножко успокоилась, но в сезоне ещё прям так сильно хорошо щиплет, печёт. Волосики совсем тёмненькие. Сейчас мы тоже всё смоем. Покажу вам потом на мокрых волосах. И когда высохнут. Высохнут они не скоро, потому что я говорю, что феном я давно не пользуюсь. Решила немножко волосики свои поберечь. Пора. Всё готово, всё смыло. Лицо чистое до скриба, светленькое такое. Класс вообще. Пигментных пятен нет. Так, и мы с вами сейчас тоже протонизируемся. Есть у меня тоник петипил? Девчонки, да, есть. Я уже забыла, что у меня есть. У меня есть тоник петипил. Прямо добьём, скажем так. Вот так. И в сыворотка. И сверху запечатаю ночным кремушком. One Week Miracle. Красота. Тони, кстати, классные. Тоже очень люблю. И сыворотка мне нравится. Хорошая косметика. Давно восторгов. У меня косметика сторонняя, кроме Фаберлик. Никакая таких не вызывала. Прям достойная. Без утяжеления. Всё классно. Так, всё. Сейчас сыворотка впитается. Нанесу крем. И потом буду вам... Столько нейтрализатора осталось. Куда он теперь? Ну, может быть, ещё пилинги будут. Оставлю его. Буду без нейтрализатора уже в комплекте заказывать. Хотела ещё полоски NFW сделать. Но уже ни к чему. У меня и так нос будет облезать. Потом, когда придёт, он в норму. Сделал полоски NFW, почистим ими Т-зону. Красота. Ну, волосы вот пока какие тёмненькие. Всё отлично. Всё здорово. Такой вот у нас сегодня с вами качественный уход. Давайте, девчонки, придумаем вот для наших с вами посиделок в ванной какое-нибудь название. Прикольное. Потому что рубрика «Фаберлик без прикрас» у меня есть. Да, мы с вами там пустышки обсуждаем. Честные отзывы, стопроцентные. Ну, лично мои, да. Давайте что-нибудь для ванны придумаем, чтобы вы уже знали. Если видео начинается с вот таких вот слов, то сейчас будет у нас что-нибудь с ванной. Болталка, уход за волосами, за лицом и так далее. Мне кажется, это хорошая идея. Пишите свои варианты. С удовольствием почитаю. Обязательно выберем самый популярный. Так, ну всё. Волосы высохнуты. Я вам, конечно же, покажу конечный результат. При естественном освещении вам уже не покажу. При искусственном вот. Оттенок классный, крутой. Мне кажется, если прямо на светлые, осветленные волосы сделать, будет вообще здорово. Практически никакой желтизны. В общем, вот такой, девчонки, цвет волос получается. Плохо видно при искусственном освещении. Во следующих влогах, в следующих влогах обязательно увидите. Дома у Силатки, давно у Кристюши не слышали, да? В следующих влогах увидите при естественном освещении. Тут свет вообще в детской очень странный. Лезет снимать у меня очки. Мы с Кристюшкой играем в доктора. Я одеваю очки вот эти из набора. Она мне их снимает от любимого. Ну, снимай. Снимай. А-а-а! И снимает так жестоко ещё. Всё, рада? Надевай себе теперь. Раздевает меня. На камеру тут. В общем, мои хорошие, тут и цвет лица. Видите, какой-то странный. На этом влог буду заканчивать. Всех люблю, целую, всем мира, добра и позитива. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok